Фонд общественного мнения и российская венчурная компания совместно привели установочное социологическое исследование об отношении россиян к техническому образованию, научно-технической деятельности в сфере высоких технологий и предпринимательству. Данная опроса 1500 человек. Они показывают, что в целом престиж технического образования и деятельности в России растет. Здравствуйте. В эфире программа «Парадокс» в студии Александр Вейкер. И у нас сегодня в студии директор проектов Фонда общественного мнения, доктор социальных наук Лариса Паутова. Здравствуйте, Лариса. Добрый день. И руководитель программ развития профессионализма ОРВК Егор Гоголев. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте. То есть вот виновники этого торжества как раз у нас в студии. Они и будут держать ответ. Вы же, уважаемые слушатели, также можете к нам присоединиться по телефону 65 10 99 6, код города 495. Как вы считаете, престиж технического образования растет в России или нет? Задавайте свои вопросы, реагируйте, комментируйте. Телефон 65 10 99 6, код города 495. Или пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Итак, начнем с самого начала. Каковы результаты исследования? Какие сферы наиболее популярны в техническом образовании? Лариса. Прежде всего, я хотела бы рассказать, наверное, как родилась эта идея, этого исследования. Так сложилось, что ФОМ и российская венчурная компания, компания такого близкого по духу естества, потому что ФОМ пытается себя тоже позиционировать как инновационную компанию, РВК поддерживает инновационные компании. И в какой-то момент мы подумали, надо сделать общее исследование, понять, есть ли какие-то изменения, тренды, двигаются ли пласты сознания по отношению к бизнесу, предпринимательству и к техническому образованию. И цель была такая, понять, какие изменения, что нас ждет. И я не скажу, что мы четко зафиксировали какие-то тактонические сдвиги в российском сознании и массовый поворот техническому образованию к бизнесу, но что-то удалось нащупать, какие-то интересные цифры мы получили. То есть, если говорить о прошлом, недалеком прошлом, мы недостаточно внимания, я имею в виду простых обычных россиян, уделяли именно техническому образованию. Так вы хотите сказать? И де-факто, это была объективная ситуация, на рынке образования технические специальности в последнее время не очень котировались, и сложился определенный устойчивый образ, что техническое образование — это область троечников, ребят, которые не знают, куда пойти после школы ПТУ, и это негативный образ, он существовал. И по всем опросам в течение 90-х, нулевых годов мы видели, что, конечно, экономическое образование, юридическое впереди. Мы видели это по данным опросов, мы видели данные поступления в ВУЗы, и мы видели толпы выпускников на рынке труда. По исследованиям ФОМА оказалось, что, когда мы спросили россияна, спрашивали 1500 людей по всей стране, скажите, какое образование сегодня молодым людям дает больше всего возможностей для достижения успеха, оказалось, что техническое образование и образование в сфере программирования IT занимает третье и четвертое места после экономического и юридического с небольшим отрывом. То есть, в общем-то, техническое образование наступает на обедки. А ранее этот отрыв был достаточно большой, получается. Естественно. Причем сокращается. Раньше, когда мы спрашивали, отрыв был гигантский. Экономическое образование задавало тон, юридическое тоже. И тут мы видим, в общем-то, смена ценностей происходит в сознании россиян. Хочу сразу же предупредить, я думаю, Егор здесь со мной согласится, что это аванс нашему техническому образованию и техническому образованию вузовскому в регионах. И я думаю, что это связано с положительным образом высоких технологий. С востребованностью, по большому счету. Именно результата. Да. Россияне старшего возраста помнят советское техническое образование и по-прежнему мужественно его поддерживают. И для них это позитив. Мужчина, инженер, интересный жених. То есть, это мифологема советского сознания. А новое поколение, воспитанное на смарт-технологиях, естественно, понимает, что за ними будущее. И это вот аванс. Люди понимают, что техническое образование даст возможность добиться успеха, реализовать себя в карьере. Но последний очень важный момент. Важный результат еще и в том, что россияне поверили, что техническое образование дает возможности для открытия и развития собственного бизнеса. И в этом смысле для меня очень интересен образ моего респондента, которому я встречалась летом, который как раз, мне кажется, эпичен для постсоветской картины. У него техническое образование. Сколько лет? 25 лет. Он получил техническое образование, хорошее, в Ярославле. Понимая, что он не может себя реализовать своим образованием, он начинает работать экламным агентом, он торгует парфюмерией, купи-продай, получает 45 тысяч зарплаты, что для Ярославля очень хорошо. В какой-то момент он понимает, что это не то. Мир меняется. Купи-продай — это 90-е нулевые годы. И он начинает делать собственный бизнес в сфере, к которой ему знакомы. Он помнит, что его учили делать какие-то металлоконструкции. И он понимает, что почему бы ему в этом и не начать собственное дело, а не продавать парфюмерию. И он разворачивается к тому образованию, которое у него есть. И, в общем-то, я думаю, что... А сколько он времени потратил на то, чтобы работать не по профилю? Лет 10? Ну, если ему 25 лет, я думаю, что он работал 7 лет, учитывая вуз. Не потерял ли он? Ну, я думаю, вопрос к Егору, как специалисту, наверное, который... Я не специалист в металлоконструкции. Но вы поддерживаете предпринимателей, я думаю, что... Но, тем не менее, молодой человек вдруг решил, что для него торговля — это не основная сфера деятельности. Он все-таки хотел бы работать по специальности. И придумал какую-то вещь. Наверняка он что-то придумал. Чтобы открыть компанию, нужна идея. Да, он придумал какую-то металлическую штуковину, которая позволяет ликвидировать пробел между крупными игроками рынка и пользователем, так скажем, конечной продукции. Он увидел нишу и сказал, я это умею делать, я предлагаю. У него сейчас появились заказчики, хотя дефицит бизнес-навыков ощущается. Понятно. Что для технологической компании очень важно — найти, собственно, проблему, которую он решает. Проблема — это и есть рынок. Но кроме того, что у него есть идея, он не может найти, скажем, себя в бизнесе с точки зрения технологии, да, я так понимаю? Тут на помощь должен прийти некто, желательно еще и с деньгами, кто инвестировал бы эти деньги в эту идею и помог бы развивать этот бизнес. Насколько вот эта сфера существует сегодня в нашей стране, Егор? Ну, в плане венчурного инвестирования сейчас в стране, на самом деле, очень положительная ситуация. Мы шесть лет занимаемся развитием экосистемы венчурной, и сейчас у нас самые высокие темпы роста в Европе. Достаточно много частных денег на рынке, доля РВК, в общем-то, уже снизилась и не является значительной. Это означает, что у всех таких молодых ребят с идеями, и не очень молодых, есть шанс получить деньги. Но только в том случае, если они смогут достаточно хорошо структурироваться и упаковаться. То есть они могут сделать компанию, они могут защитить свою интеллектуальную собственность, они могут доказать инвестору, что у них есть рынок у их идеи, что они могут этот рынок захватить, и что инвесторы смогут вернуть свои деньги с достаточно значительной прибылью. За короткий срок, естественно, да? Длинных денег не бывает сейчас или есть? В разных индустриях срок разный. Понятно, что в IT это может быть от полгода до трех. В каких-нибудь биотехнологиях, где молекулы выходят на рынок и тестируются 8-9 лет, это гораздо большие деньги, большие сроки. Соответственно, естественно, инвесторов на ранних стадиях гораздо больше в отраслях, где можно получить возврат инвестиций за короткие сроки. Соответственно, одна из задач РВК – это ведение бизнеса именно на ранних стадиях. После новостей мы сразу продолжим разговор. Престиж технического образования и деятельности в России растет. Об этом свидетельствует социологическое исследование, которое провели совместно Фонд общественного мнения и Российская венчурная компания. И у нас в студии сегодня директор проектов Фонда общественного мнения, доктор социальных наук Лариса Паутова и руководитель программ развития профессионализма ОРВК Егор Гоголев. Мы остановились с вами в первой части именно на деятельности РВК. То есть непосредственно как венчурные компании поддерживают своего рода новые идеи, если они появляются. Вот в этом плане вы сказали, что они должны структурировать фактически свой бизнес. Они должны исследовать рынок и доказать потенциальному инвестору о том, что они смогли бы захватить этот рынок. Но на это тоже нужны деньги. Я же не говорю про маркетинг. Вот в этом плане венчурные компании могут ли пойти на уступки такого рода идеями или нет? И вообще, когда венчурная компания договаривается с потенциальным производителем идей, чего хочет венчурная компания, кроме прибыли? Какой дуль прибыли она хочет забрать? Венчурные фонды в любом случае хотят получить прибыль. Это суть капиталистического уклада. Соответственно, первое, на самом деле, что ищет венчурный инвестор, это команда. Вторая команда, третья команда, четвертая команда, пятая продукты рынка. То есть, на самом деле, если команда очень хорошая, перспективная, если это серийные предприниматели, в частности, у которых был уже успешный бизнес, им гораздо проще поднять финансирование, чем если бы это был новичок, который никогда не связывался с коммерческими проектами, даже пусть он будет супергениальный инженер с хорошей идеей. Но для этого существует бизнес-ангел. Это, собственно, обычно частные инвесторы, которые находят вот такие перспективные, интересные проекты на ранней стадии. Они дают какие-то небольшие деньги на создание прототипа. И если есть прототип, уже можно говорить с клиентами. И когда у тебя есть трекшн от клиентов, то есть, либо появляются заказы, либо появляется намерение клиентов купить, тогда уже можно разговаривать о том, чтобы поднимать деньги на работающую, на какую-то более рабочую модель или какое-то серийное производство. Ну, это риск, очень большой риск. Вкладываешь деньги, но не факт, что этот продукт будет востребован. Поэтому такие камни на дорогах, которые нужно обойти, по большому счету. Венчурная отрасль, это, естественно, самая рискованная отрасль инвестирования. Поэтому обычно суммы небольшие. Обычно всегда идут этапные инвестиции. То есть, там, сделать прототип, мы посмотрим, что дальше. Найди клиента, мы посмотрим, что дальше. То есть, какие-то небольшие суммы инвесторы вкладывают в соответствии с тем, как движется компания. И всегда раскладываются деньги в достаточно большой портфель. То есть, там, фонд или ангел обычно не инвестируют в одну-две сделки. Это сразу они ищут десятки проектов. И тогда они раскладывают риск и ожидают от какого-то одного-двух проектов очень большой прибыли, которые покроют убытки по остальным. 65-10-99-6, код города 495. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Как вы считаете, престиж технического образования растет в России или нет? Задавайте свои вопросы, комментируйте наших сегодняшних гостей, их исследования. Или пишите на сайт финам.фм, на страничку программы «Продокс». Лариса, вот если возвращаться к исследованию, которое вы провели, можно ли говорить о том, что не только IT-сфера интересует сегодня молодое поколение? Да, это, кстати, несколько удивило меня, потому что мне казалось, что когда мы говорим о техническом образовании, то респонденты прежде всего будут думать, упоминать компьютерное образование IT. Оказалось, что они там четко разводят, они понимают, что не только IT является дорожкой успеха, но старые добротные специальности инженерные. И вот даже у нас был предложен список, как вы считаете, какие отрасли выстрелят скоро, какие станут престижными для молодых людей. На первом месте, безусловно, компьютерные технологии. Сюда же затесались нанотехнологии, которые, я думаю, являются неким идеологическим фантомом. Не все понимают, что это такое, но это круто, нанотехнологии. Пощупать нельзя. Но ведь говорят о робототехнике, электронике. И вот это мне, эти данные Егору тоже понравились. Мне кажется, что это очень хорошая работа и бизнес, и государство последние годы. Ему ребенок, пятиклассник, приходит домой, приносит бумагу и хочет вступить в кружок. Она девочка робототехники. Они что-то будут крутить и вертеть, и нужен какой-то конструктор специальный. И это для них круто. Это клево. Для пятиклассников что-то связано с робототехникой. Вот если бы в каждой школе у нас был бы кружок робототехники, я думаю, мы бы увидели перспективы. Я хочу сказать, что у меня тоже есть молодые родственники, которые тоже ходят в кружки робототехники. И как даже генеральный директор недавно отметил, всем большим прорывом технологическим предшествует большая заинтересованность в хобби. То есть сейчас очень много хобби в робототехнике и очень много хобби, соответственно, в цифровом производстве. То есть если посмотреть, перед развитием авиапромышленности было много кружков по моделированию. Перед тем, как компьютеры пошли в массы, было массовое увлечение радиолюбительством. Так что действительно, вот такие отрасли, как робототехник и цифровое производство, сейчас очень много различных кружков и групп, которые там сами чего-то собирают. То есть это значит, что это все переходит от крупного бизнеса, от государственных инвестиций уже в какую-то домашнюю среду. Вот точное слово «домашняя среда». Да, становится доступным. Но на новом витке. А с другой стороны, и снизу тоже идет интерес. То есть я имею в виду от домашней среды, да? Потому что родители хотели бы, чтобы их ребенок занимался каким-то интеллектуальным, творческим трудом. Для этого они его и отдают в эти кружки, если они есть поблизости, по крайней мере, и у ребенка есть время. Но тем не менее, последняя тенденция или тренд у родителей именно вот такого рода кружки. Насколько мне известно, из моего круга. Это видно, кстати, по венчурным ярмаркам. Мне приходилось в регионах бывать, и огромное количество пионеров, как я их называю, пионеров с этими роботами. Но здесь очень важный момент, я думаю, что вы меня поддержите, чтобы в какой-то момент это не превратилось в некое кустарное увлечение, и только этим и закончилось. А вот тут уже система должна работать, а ее нет. Надо их переводить на новый уровень, потому что сделать робота, это замечательно, но что будет дальше? А дальше уже идет инфраструктура, она должна работать. И тогда мы выведем этот домашний интерес на уровень бизнеса и государства. Не могу сказать, что совсем нет системы. Есть, например, конкурсы. По роботтехнике есть в России chapter Eurobot, они проводят регулярно соревнования, ребята ездят на международные соревнования. И после этого, это студенческого уровня, в общем-то, но после этого обычно победители берут достаточно большие приличные компании, которые занимаются производством. Но это не массовое явление, согласитесь. До сих пор это еще не массовое явление. Есть интерес, но нет все-таки этой системы для того, чтобы как можно более доступно реализовать вот эти возможности ребенка. У любых технологий есть стандартная кривая развития технологий. Начинается все с Eurly Adopters. Это люди, которые на ранних стадиях принимают эту технологию, которые купили первый мобильный телефон, хотя не было никакого покрытия, стоил он 10 тысяч долларов. Все начинается оттуда. Потом это все проходит долину смерти, и потом уже приходят потребители, когда технология отработана, когда там нет никаких ошибок. Так что вот такие начинания, они крайне важны. Из этого ничего не бывает. Как получить вот это техническое образование у нас в стране? Насколько оно доступно сейчас в эпоху коммерциализации полнейшей? Что вы думаете, Лариса? Что говорят ваши респонденты по этому поводу? Прежде всего, респонденты уже готовы посоветовать своим знакомым, близким, молодым людям работать в сфере высоких технологий. Пока я не говорю о получении образования, потому что это немного другой вопрос. Ну, допустим, мы сформулировали такой заход. Представьте, что способный молодой человек, ваш родственник или знакомый, решил работать в сфере высоких технологий. Электроника, робототехника, биотехнологии. То есть, мы IT убрали. Скажите, а вы бы поддержали его решение работать или отговорили бы от этого решения? 78% поддержало бы. То есть, не в бизнес идти, не в экономику, не в юридические, а именно высокие технологии. Без оговорок? Без всяких? Я думаю, что, конечно, вот эти 78% работы в сфере высоких технологий, это не только работать руками, это можно работать юристом при высоких технологиях, но тем не менее, вот некий образ уже созрел. Другое дело, что если бы мы спросили про поддержали ли бы своего сына поступать на техническую специальность, а не на юридическую, я думаю, здесь бы результат был другой, потому что наше сознание очень инертно. Решение о поступлении ребенка в ВУЗ это семейное дело. Это важнейшее. Хуже только выдать дочку замуж потом, а вот это важнейшее решение. Вот о поддержке именно этого решения мы поговорим сразу после новостей. Сегодня мы говорим о престиже технического образования и деятельности в России. Судя по совместному социологическому исследованию, которое привели Фонд Общественное Мнение и Российская Венчурная Компания, этот престиж растет. У нас в студии директор проектов Фонда Общественное Мнение, доктор социальных наук Лариса Паутова и руководитель программ развития профессионализма ОАО РВК Егор Гоголев. Итак, поддерживают, да, в основном близкие и родственники решения молодого человека поступать в технический вуз. И допустим, ну, я вам приведу пример из личной жизни, скажем так, мои ближайшие знакомые поддержали решение своей дочери поступить на факультет биотехнологии, но не в России. По одной простой причине. Здесь нет для тебя работы, сказали о ней. Работа и перспектива есть за рубежом. Вот езжай, поступай, учись, заканчивай, и ты получишь хорошее место работы. А в России нет. Почему? Ну, я могу предположить, что это, конечно же, связано с тем, что интерес к техническому образованию и высоким технологиям растет, но инфраструктура технического образования, наши вузы, они, конечно, не успевают за этим престижем, которым, тем более, после этой передачи, надеюсь, еще больше вырастет. И я сама вузовский работник в прошлом, я знаю, что основная проблема это, конечно, квалифицированные современные кадры. Мы понимаем, что очень много доцентов, профессора хорошо подготовлено в рамках советской системы, но адаптироваться к новым, новым вызовам не каждый готов. К быстрорастущему рынку практически, ну, я единицу могу перечистить, кто реально в определенной сфере может преподавать. И он интересен. Это так. Даже если это будет мощное финансовое вливание и техническая база усовершенствуется у вузов, я думаю, что основная проблема это вот новая картина мира и привлечение людей среднего возраста. молодого возраста. Конкурентоспособность наших вузов отстаёт, Егор? Вопрос, на самом деле, нетривиальный, да, я вот на своем опыте, опять же, учился как в России, так и за рубежом, да, и я знаю, что, например, российский вуз в УГУ учился, я считаю, что дал мне неплохую базу, да, я там даже преподавал какое-то время. Но при этом у нас все-таки к нашим дипломам упало доверие, да, из-за того, что очень низкие системы контроля. Да, то есть, когда я учился за рубежом, я точно знал, что если я что-то спишу, скопирую, там, не поставлю ссылочку, вот, то я завалю этот курс, и я буду учиться и платить еще за семестр, да. В России мне люди присылали, приносили просто списанные курсовые работы, да, я их заворачивал, я заворачивал, вот, но я понимаю, что большая часть профессуры бы это дело пропустила. Да, кроме этого, вопрос выхода в индустрию. Да, российские вузы традиционно достаточно плохо работают с индустрией, поскольку у нас была система отраслевых НИИ. Не только вузы, но и индустрия плохо работает с индустрией. Да, в индустрии были внутренние, внутренние R&D, они не привыкли размещать заказы в вузах, у нас была, в общем-то, не очень сильная вузовская наука, сейчас это дело меняется, вузы пытаются развивать науку, пытаются развивать инновации внутри, естественно, например, вот мы обсуждали биотехнологии, да, когда человек учится 5-6 лет в вузе, эта индустрия меняется настолько, что даже свежие программы, которые он проходил на первом курсе, они уже устаревают, да, то есть очень важно, как студент сам учится, вот, и создать систему, которая стимулирует к поиску новых знаний самостоятельно к потреблению и доступа к живому бизнесу, который сейчас соревнуется с другим бизнесом в мире и, соответственно, находится на острие к людям и к этим знаниям, он является достаточно ключевым. Сейчас многие российские вузы как раз пытаются это все дело отстроить, пытаются привлечь преподавать людей наших, которые уехали когда-то за рубеж и проводить там же исследования, там для этого, в частности, есть сейчас программа 5-100, которую Минобор проводит, есть там 220-е постановление, по которому они могут привлекать заслуженных ученых из-за рубежа, в том числе и наших, вот, так что в этом плане я считаю, что в лучшую сторону движется процесс, и опять-таки у нас внедряется система антиплагиата, пока это все достаточно мягко, вот, но сильно ужесточить требования к студентам и создать соревновательную конкурентную среду, которая бы стимулировала студентов что-то изучать больше, чем дает им преподаватель, было бы очень полезно. Ну, то есть здесь заинтересованность прежде всего государства должна быть, она вроде как есть или появляется, но и частный бизнес мог бы помочь, если частные школы и в IT-сфере, которые, ну, достаточно мощно могли продвинуть экономику и подвинуть уровень образования. В этом плане были ли какие-то исследования, касались ли вы частных школ, частного образования? По поводу частной школы нет, хотя я знаю, что коллеги спрашивают про частную школу достаточно часто, отношение к ним, кстати, не очень хорошее в России, и мне это всегда странно, потому что у меня ребенок, допустим, в частной школе учится, и я абсолютно довольна, но есть некий стереотип, что частная школа это все плохо, там блатные дети, и там блатные преподаватели, и все очень плохо. Это перешло в 90-х, начало 2000-х, скорее всего. Там всегда не без проблем, но мне кажется, там есть определенная другая, несоветская атмосфера, там не совок определен, там есть другие, может быть, перекосы, но там я хотела, чтобы ребенок учился в несоветской школе. Вот по поводу того, как это будет развиваться, это еще, конечно, вопрос. Но в основном частные школы, они каким-то образом специализируются, то есть на каких-то направлениях, но если в общем берем, то есть гуманитарные школы, есть... Творческих много. Да, очень много творческих, а есть и физико-математические, технические. Некоторые школы подписывают договор с вузами специализированные, это начало еще 90-х, по-моему, насколько я помню, но, по крайней мере, моя школа подписывала такой договор. В советское время тоже было. Да, но более интенсивно это стало развиваться именно после перестройки, по большому счету, и после развала Союза. Вот сейчас и частные школы пошли по этому пути, насколько мне известно. это ведь тоже хорошо, но технических школ очень мало, в основном гуманитарии. Опять-таки, потому что спроса нет, родители, помните, я говорила, инертность присутствует, должно пройти какое-то время, и семья переориентируется. Ну, допустим, я всегда привожу пример, когда я поступала в 90-м году в университет, я поступала на исторический факультет, потому что тогда это было модно и было престижно. И мы шли уже по инерции, все развалилось, Советский Союз, партия, комсомолы, но мы почему-то думали, что мы, получив историческое образование, получим светлое, какое-нибудь теплое место в райкоме комсомола и дальше будем двигаться. По карьерной лестнице. Хотя уже все, надо было идти на Юрфак. Экономфак уже открыл дверь, но мы не понимали. И прошло еще несколько лет, когда спрос на исторические специальности окончательно упал. То же самое, я думаю, будет происходить сейчас. Лет пять родители будут тормозить, особенно в регионах, и не будут советовать поступать в технические специальности. И учителя тоже. Но венчурные компании могли бы также и повернуться лицом к самому образованию. То есть наверняка есть идеи в новых методиках, в новых разработках по обучению студентов и будущих инженеров. И школьников. Да, и школьников. И, насколько мне известно, такие методики есть, но они никому не нужны. А когда человек приходит с этой идеей «Дайте денег, я хочу, чтобы у меня была эта школа, хочу учить детей», денег не дают. Говорят, это очень рискованно, и ты не отобьешь эти деньги. Ведь это так, Егор. Я бы не согласился на сто процентов с этим заявлением. Что касается нашей работы с вузами, мы достаточно активно взаимодействуем. Вот это связано с нашей общей деятельностью по развитию экосистемы, поскольку мы инвестируем в фонды, фонды должны инвестировать в компании, в проекты, в проекты, откуда компании должны брать собственно людей. И тут мы начинаем работать с вузами. уже. Мы вузам объясняем, стараемся помогать, стараемся разрабатывать совместно с некоторыми вузами образовательные программы. У нас особенно был достаточно большой проект с несколькими вузами по образовательным программам для R&D менеджеров в корпорациях, поскольку сейчас, например, все госкорпорации имеют директоров по инновациям и исследованиям. мы отдельно разрабатывали в этом году поправки к курсу экономики в технических вузах, чтобы студентам на ранних курсах объясняли, что такое предпринимательство. Да, не просто там макроэкономические процессы, а то, что вот если ты сделаешь компанию, ты можешь там защитить свою интеллектуальную собственность, как, например, сделать баланс-шит, простой бухгалтерский документ, какие-то азы предпринимательства, как посчитать рынок, как составить бизнес-план, этого у нас традиционно не преподают, да, и студенты технических специальностей, поскольку они, во-первых, считают, что предпринимательство это вообще что-то не особо благородное, интересное. Особенно после третьего курса, да, как вы сказали, Галина, то есть падает этот интерес к предпринимательству на третьем курсе. Да, есть исследования, Игор на них ссылался в примере, да. Мы тоже проводили опросы студентов технических, да, и оказывается, что там абитуриенты очень хотят заниматься бизнесом, там студенты первых курсов прямо открыты ко всем возможностям и к рынку, когда они уже доходят до третьего, четвертого энтузиазма угасает, в аспирантуре люди вообще уже ничем не готовы заниматься. А с чем это связано, почему? Мы считаем, что это связано во многом из-за того, что в вузах, к сожалению, большая часть профессуры осталась достаточно тяжелой, старой, советской закалки, которая не имеет опыта в бизнесе, которая опять-таки из 90-х считает, что предприниматели это бандюганы, а вот ученые это те, которые, инженеры, это те люди, которые двигают планету к светлому будущему. Хотя я говорил с нашими коллегами с физтеха, и они говорят, что как только ты показываешь студентам реального предпринимателя, он рассказывает, насколько сложные задачи он решает, и как он реально выводит технологии на рынок, и эти технологии оказывают реальное влияние на жизнь людей, отношение студентов меняется просто сразу кардинально, просто поговорив с одним успешным человеком. Они понимают, что это действительно интересные, сложные, достойные задачи, которые имеют очень большой положительный эффект. Но проходят ли студенты вот эту практику у этого предпринимателя? Насколько предприниматель будет открыт для студента, который хотел бы получить минимальный опыт вот этой предпринимательской деятельности, чтобы свою идею в будущем реализовать. Вы встречались ли с такими предпринимателями, которые открывают дверь и говорят заходите, Их на самом деле очень много. Сейчас, как мы знаем, в России вообще с кадрами проблема. Особенно большая проблема с квалифицированными кадрами, и с техническими, и с экономическими в том числе, и с менеджерами, с хорошими. Поэтому очень многие компании открывают даже в вузах базовой кафедры. Очень многие люди из бизнеса готовы идти и читать лекции. То есть люди, если они уже заработали денег, они готовы отдавать и возвращать, так сказать. И они приходят сами читать лекции, а многие из них действительно понимают, что им нужны кадры. Вузы выпускают кадры, которые не готовы работать в компаниях, соответственно, компании размещают свои кафедры в вузах. И готовят специалистов специально для себя. И готовят под себя, да. Соответственно, люди проходят сразу практику, люди, начиная с третьего курса, получают реальные бизнес-задачи, они работают в реальных командах, в реальных проектах, которые ведет эта компания, и потом имеют шанс выйти на работу. Но, по большому счету, это опыт западных вузов. Практически с первых курсов ты на практике. Об этом поговорим сразу после новостей. Как вы считаете, престиж технического образования растет в России или нет? Звоните нам по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо пишите на сайт финам.фм на страничку программы Парадокс. У нас в студии сегодня директор проектов фонда общественное мнение, доктор социальных наук Лариса Паутова и руководитель программ развития профессионализма ОАО РВК Егор Гоголев. Итак, поддержка непосредственно коммерсантами, компаниями вузов. Насколько это массовое явление? Я не наблюдаю. Может быть, крупные компании? Да. И определенных вузов. И по определенным специальностям. Технически не факт. Вы можете мне сказать другое, Егор? Да, я хочу сказать, что как раз таки именно крупному бизнесу действительно нужны сотрудники и практически все крупные корпорации российские, особенно технологические, они все имеют партнерские программы с вузами. Некоторые открывают свои корпоративные университеты, совсем крупные, но большинство идет по пути партнерства и близкой работы с лидирующими вузами в своей области. Мне кажется, что это поздновато. Готовить кадры нужно чуть ли не с детского сада, а реформа, которая происходит в дошкольном образовании, оно плачевное пока. То есть готовить нужно детей и заинтересовывать их техническими специальностями уже в детском саду. Почему этого нет? Вот тут я хочу согласиться с тем, что надо обращать внимание, если не на детский сад, то на школу, причем на начальную школу. Но я бы не говорила, что нужно именно готовить и сразу же ребенку показывать четкую нишу, по которой он пойдет. развивать просто способности ребенка. Это да. То есть мы должны понять, что в современном мире человек может менять специальность два и три раза. И это нормально. То есть если он получил сначала техническое образование, потом он ушел в бизнес, а потом, допустим, он идет куда-нибудь в арт и станет актером, либо радиоведущим, это нормальная стратегия современной жизни современного человека. Иначе никак. Но ребенок в школе или в детском саду должен знать, что есть такое техническое образование через эти роботы, роботов, о которых мы говорили. Он должен четко идентифицировать специальность инженер в неком современном плане. И должны быть, естественно, популяризаторы специальности инженер. И каким-то образом надо уточнять, чем он занимается. Допустим, мне очень всегда нравился Вадим Куликов, который рассказывал, что он является популяризатором инженерной профессии, будучи таким человеком, так по мнению, не бедным, он всегда с девушками знакомился, представляясь, что он инженер. И я помню, это вот так было... У него даже визитка была, на которой было написано инженер. Вокруг него всегда красивые были дамы, и он при этом говорил, я инженер, ночной клубе, я инженер. И вот это, конечно, орден надо выписать ему за такую неформальную популяризацию, но на самом деле, если придут, пусть не в школу, пусть даже на детское телевидение, такие герои, как и предприниматели, это, ну, как бы тривиальные вещи, мы говорим, это уже обязательно должно быть. Ну, еще есть такая проблема с техобразованием, это трудоустройство. Ну, понятно, если мы убираем вузы, в которых работают, с которыми работают компании крупные, готовят специальные для себя кадры, но для всех остальных это трудоустройство. Минус, большой, жирный минус, нет рабочих мест. Не знаю, что скажет Егор, я одну только комментарий, этому надо тоже учить. Трудоустройство продавать себя. Это очень важный момент. Люди не, молодые люди не знают, что с этим дипломом оказывается, можно устроить сюда, сюда, сюда и сюда. И что делают опытные HR? Они говорят, слушай, парень, да у тебя, понимаешь, ты высмотришь в этот сегмент, а нужно еще туда и туда и туда идти со своим дипломом тебя оторвут в бизнесе, в такой-то компании, допустим. Люди не знают об этом. Да, вузы, к сожалению, не очень хорошо расписывают студентам карьерные траектории, если это технические вузы, и они готовят стандартных производственных инженеров советского типа, которые должны идти на металлургический завод и в цеху следить за тем, как работает оборудование. Они, конечно, им не объясняют ни другие возможности, не понимают, что они могут свой бизнес делать, и не понимают, что они могут немножко подучиться экономике, проектному менеджменту и пойти управлять в тех же производствах инновациями. К сожалению, это, в общем-то, вузовский пробел отчасти, отчасти пробел, собственно, культуры. Культуры именно студента? Культуры в целом, да. То есть в советское время было стандартное распределение, людям не надо было думать о том, как, куда продавать себя. В 90-е годы, поскольку была стагнация промышленности, распределяться было некуда и продавать себя было некуда. Сейчас, наоборот, все кадры постарели в крупных компаниях, да, и они мечтают получить новых квалифицированных кадров, чтобы передать эти данные, передать знания, но молодые люди не всегда знают, куда пойти, куда себя направить, куда применить, потому что, опять-таки, вот, не надо было никогда писать резюме. свое, да, не надо было общаться с HR-ом и проходить собеседование. Мне приносит девушка резюме, великолепное резюме, она не может найти работу, ну, в нашей сфере, радиотелевизионной. Просто великолепнейшее резюме. Я говорю, ты с этим резюме, по большому счету, попадаешь сразу в средний уровень руководителей. В чем дело? А я не знаю, куда идти. Вот это незнание, куда идти, как его можно избежать? Что можно посоветовать молодому человеку, у которого есть уже опыт, но 2-3 года, пока она училась, она работала. Да, на низких ступенях, но работала. И дальше она не знает, куда идти. Это парадокс. это основной дефицит, который испытывают молодые люди. Чего вам не хватает, чтобы открыть собственный бизнес? Чаще всего говорят не о налогах, не об аренде, не о коррупции. Говорят о том, что у меня нет знаний, навыков, компетенций, я не знаю, как это сделать. Я всегда советую относиться к трудоустройству, серьезно, а девушкам тем более, она же знает в деталях наверняка, как делать макияж себе, перед зеркалом, на ютубе ролики качала, изучает. Это такая же работа, как любая другая. Я всегда советую познакомиться с хэдхантером, с HR опытным, индивидуальную консультацию. Они идут на это. Они-то идут на это, мы не привыкли к этому. Мы не привыкли, только индивидуальность. Мы не понимаем, что это за люди, почему я должен с ним советоваться. Надо посоветоваться, это индивидуальная консультация. Я иду к папе с мамой, к друзьям, они мне расскажут. Бесполезно. Да. Вот индивидуально в кафешке вы нанимаете, и он вам говорит и расписывает, как Егор сказал, траектории, возможно. У нас есть такие специалисты сейчас уже. Есть, они себя активно пиарят, посмотреть в Фейсбук, там куча народа готова. Это дорогое удовольствие. Ну, это лучше один раз заплатить, а потом обеспеченная старость. То есть я считаю, что это надо вложить в это. Это игра. И выживают сильнейшие в этом смысле, и умнейшие, и ловкие. Поэтому надо относиться к этому как к игре. Вы что думаете, Егор? Это игра? Жизнь игра? В рискованных инвестициях, конечно, это похоже на игру, но мы все должны свои риски минимизировать. Поэтому, окей. Лариса сказала, что надо тратить деньги, чтобы зарабатывать деньги. И это, в общем-то, очень правильный и разумный подход. Да, но опять же сейчас можно включить свой собственный мозг немножко. Можно действительно пойти посоветоваться, можно сходить на карьерные ярмарки, можно сходить в интернет. Если ты хочешь там быть технологическим предпринимателем, сходи на парочку стартаперских тусовок. Мы такие, например, делаем регулярно, их очень много, пойди поработай в стартап, им тоже нужны кадры, может быть там денег много не заработаешь, но зато опыт работы в стартапе, он бесценен, потому что в любой маленькой компании каждый сотрудник должен уметь делать все. Да, когда ты работаешь в большой компании, ты сразу узкоспециализируешься, и ты действительно не видишь свои возможности вокруг, да, уже сложно выскочить из ниши, ты растешь как в системе. Поэтому возможностей много, и в принципе люди, которые сами имеют какие-то аналитические способности, я думаю, что сейчас вполне могут себя найти, и опять-таки возможности есть не только в России, они глобальны. Ну, Лариса, давайте сделаем вывод из всего вашего исследования. Кроме того, что вы заметили тенденцию, то есть растет престиж техобразования, какие еще выводы могли бы вы сделать? Я говорила о неком технологическом развороте в нашем сознании. Опять-таки я говорю об авансе, потому что нет инфраструктуры, есть только сейчас спрос, может быть, мода, может быть, эта пена, она куда-то уйдет, она опустится. Но это технологический разворот, это есть вызов, вызов нам, можем ли мы учиться, можем ли мы правильно выстраивать собственную жизнь, как мы взрыво-взрослым ведем. Фактически уйти от образа общества потребителей, к творческому обществу, по большому счету, к технологическому обществу. Мне кажется, появляются новые люди, мы об этом часто в социологии говорим, это люди, которые не хотят купи-продай, они хотят что-то создать, они хотят создать что-то именно вещественное, в том числе в производстве. Полезное. Или IT, или это уже действительно, помните моего парня, металлоконструкции какие-то, что можно полезно на этом заработать, но это еще и вклад в развитие экономики человека. Вот этих людей становится больше, им очень сложно, но есть инфраструктура, есть компании, есть РВК, которые их должны поддержать. Готовы ли РВК к этому? Готовы ли государства вместе с РВК? Или РВК вместе с государством? РВК, это часть и есть государства, и мы, в общем-то, этим все время занимаемся, очень активно. У нас, кроме инвестиционной деятельности, как я сказал, достаточно много программ развития, в частности, вот популяризацию, которую мы упоминали, да, мы достаточно много делаем спецпроектов со СМИ, и у нас есть телепередача «Технопарк», которая как раз рассказывает об историях успехов предпринимателей широким аудиториям. У нас есть программы по образованию, которые работают со стартапами по всей стране, в общем-то, у нас там сотни ивентов, не только в Москве, которые дают возможность людям в регионах получить эти бизнес-компетенции. Мы проводим федеральные конкурсы, которые, опять-таки, выявляют лучшие проекты в регионах, приводим их в Москву, мы им даем дополнительные компетенции, обучаем, мы их знакомим с инвесторами, сводим, уже, соответственно, инвесторы получают возможность инвестировать в новый интересный проект, так что мы идем и все время занимаемся. Фактически, можно сказать, что мы находимся на неком переломном моменте. И все зависит от того, какую дорогу мы выберем, как общество, прежде всего. Сможем ли мы преодолеть вот эту лень нашу или не сможем? Сможем ли мы направить своих детей в нужном направлении или нет? Спасибо вам за то, что вы пришли. Это была программа Paradox. До встречи завтра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...